ПОСТНОРМАНДСКИЙ ПУТЛЕР На Амаха-Бич особенно органично и убедительно звучали слова «Путин — это Гитлер сегодня. Мы ни в коем случае не должны повторить трагическую ошибку 30-х годов прошлого века». Тот же рефрен доминировал и на последовавших встречах мировых лидеров с президентом Украины в Елисейском дворце и на саммите G7 в Италии. Все-таки вынудили, поляки вынудили, они заигрались и вынудили Гитлера начать Вторую мировую войну именно с них. Почему? И началась война 1 сентября 1939 года именно с Польшей. Она оказалась несговорчивой. Вы говорите, Гитлера нет уже столько лет, да, 80 лет. Значит, но дело его живет. За последние три месяца произошли кардинальные изменения в осмыслении Западом своих целей в российско-украинской войне. Ключевую роль в этом процессе сыграли два человека. Что это за люди? Президент Франции Эммануэль Макрон уже в первом из серии своих концептуальных выступлений на тему войны в Украине 26 февраля заявил, что целью Франции и ее ближайших союзников является нанесение безоговорочного поражения России, не исключил отправки французских военнослужащих в Украину и резко раскритиковал американскую политику красных линий, самоограничений в противостоянии агрессору. Ты думаешь, что русский народ когда-нибудь тебя простит? Даже не надейся. В ответ на предпринятую Путиным попытку ядерного шантажа Макрон уточнил, что французские военные специалисты уже участвуют в боевых действиях в Украине, обслуживая поставленные Францией ракеты «Скальп». Кроме того, он напомнил Путину, что Франция тоже ядерная держава. На следующее утро, вопреки ожиданиям и призывам озадаченных зет-патриотов, ядерного удара по Парижу не последовало. Так закончилась 15-летняя эпоха путинского ядерного шантажа. Но то, что они потеряли страх, и для них война с Россией стала общим местом, де-факто превратилась в событие, которое они не просто опасаются, а которое они планируют, это крайне тревожно. Министр обороны ФРГ Писториус призывает немецкое общество пробудиться и быть готовым к конфликту. В США председатель комиссии Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол возглавил революцию рейгановского крыла Республиканской партии, которая, сломив полугодовое сопротивление трампистов, провела, наконец, закон о 61 миллиарде военной помощи Украине и заставила трусоватую байденовскую администрацию отказаться от ряда своих самых нелепых и позорных красных линий. В результате на сегодняшний день наметилось, как мне представляется, определенное разделение труда между союзниками Украины, США и Coalition of Willings, Франция, Великая Британия, Польша, Швеция, Финляндия, Румыния, Эстония, Латвия, Литва, Голландия, Чехия, Канада и Норвегия. 51 государство оказывает помощь Зеленскому. Осторожный дедушка Байден никогда не откажется от своей последней красной линии и не пошлет в Украину американских военнослужащих. Но Америка выполняет важнейшую функцию, с которой европейцы самостоятельно не справились бы. Поставка Украине необходимого количества артиллерийских снарядов и ракет для ежедневного обмена ударами на линии соприкосновения сторон. В Европе для этого просто недостаточно производственных мощностей. США обеспечат равновесие на тысячекилометровой линии фронта. А коалиция желающих займется самым интересным и вдохновляющим сценарием победы Украины в центре тяжести войны на Крымском полуострове. Крым – это ахиллесово пета российского орангутанга. Моя любовь, моя прелесть. ВСУ работали по ней достаточно успешно даже во время полугодового снарядного дефицита. А представьте себе, что в небе Украины появились 100-200 современных западных истребителей, вооруженных дальнобойными ракетами, руководимых из единого центра, обладающего в режиме реального времени всей информацией о потенциальных целях. Ну и Макрон, который, в отличие от Байдена, дает разрешение по ударам по территории, исторической территории Российской Федерации, не только Белгородская область, но теперь еще и Курская область. Этой сотни самолетов еще нет. Но два таких летающих центра, СААП-340, уже заблаговременно предоставлены активным участникам коалиции Швецией, возвращающейся в мировую историю после двух столетий каникул. Это их дело. Для успешной реализации этого лежащего на поверхности сценария поражения России, коалиция намерена отказаться от последней, одной из самых абсурдных и нелепых красных линий. За штурвалами, переданных Украине, самолетов должны быть исключительно украинские пилоты. Не случайно Макрон в последние дни настойчиво повторяет через запятую. Я намерен послать в Украину самолеты «Миражес». Я намерен послать в Украину французских военных специалистов. Перевожу с французского на русский. Я намерен отправить в Украину подразделения французских ВВС. Базироваться они будут в том числе на аэродромах Польши и Румынии, так же, как и эскадрильи британских и шведских ВВС. А теперь попробуем взглянуть на сложившуюся ситуацию глазами архитектора Четвертой мировой войны. Он не может не понимать, что его ядерный шантаж уже не работает, а конвенциональную войну с Западом он обречен проиграть. Кто-то встал, полный рост. И отвесив поклон, принял пулю на вдохе. Ты не плачь. Не расстраивай меня. Властелина мира из него уже не получится. И перед ним встала в прямом смысле экзистенциальная проблема. Как остаться у власти и, следовательно, живым в проигравшей войну стране. Да, Путлер понимает, что он никогда не возьмет ни Киев, ни Одессу, ни Харьков. Но он еще надеется, что ему удастся заключить какое-то перемирие, которое он сможет продать своему пиплу, как более-менее почетную ничью. Ну хоть это. На днях он сделал первый такой полуофициальный вброс в своем выступлении перед сотрудниками МИДа. Настолько неадекватный, что он явно не убедил даже собственную аудиторию. Кстати, для меня реакция аудитории была намного более информативной, чем невнятное бормотание что-то зачитывавшего с бумажек оратора. Все мы понимаем, что это абсолютный бред. Некоторое время я не мог понять, где же я видел раньше точно такие же одинаковые лица у всех слушателей в огромном зале. Посмотрите сами пленочку. Там много кадров массовки. У всех халуев каменные, замкнутые, тоскливые, отчужденные лица. Они все еще якобы лояльны, но уже не верят ни одному его слову. Ну конечно, это кинохроника гитлеровской Германии. Выступление Геббельса перед партийными активистами где-то в марте 1945 года. Летом 2024 года, на часах Путлера, весна 1945-го. Слава Украине! Третья холодная мировая война была проиграна СССР, и Путин развязал четвертую, надеясь взять реванш за это поражение. Так же, как Гитлер развязал вторую, пытаясь взять реванш за поражение Германии в Первой мировой войне. Одна страна и ее пущие, и один президент, и одна победа. Одна страна и ее пущая.